Здравствуйте, посетители нашего сайта! Сегодня мы с вами поговорим в этом ролике про компрессионный трикотаж, про профилактику и лечение варикозной болезни с применением компрессии. Вопрос очень актуальный, потому что тысячи людей используют компрессионный трикотаж на сегодня. Мы говорим с флебологом, сердечно-сосудистым хирургом, кандидатом медицинских наук, членом Ассоциации от любого рода России Андрея Владимировича Женбева. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Итак, какие вопросы мы обсудим? Первый, наверное, к вам вопрос. Какой? Почему компрессионный трикотаж успешно решает многие проблемы с варикозным расширением леда? Необходимо отметить, что существует в практике профилактический трикотаж и лечебный трикотаж. Между ними, в принципе, принципиальная разница. И не надо переоценивать значение трикотажа в профилактике варикозной болезни, поскольку по доказательной медицине таких явных доказательств того, что компрессионный трикотаж влияет на динамику варикозной болезни, в общем-то, не существует. Да, но все верно, Андрей Владимирович. Хочется отметить очень простую вещь, потому что на самом деле мы должны основываться, конечно, на доказательной медицине, когда мы применяем какую-то компрессию. Несомненно, это раз. Но почему вообще существует потребность в компрессии и при каких ситуациях? Это очень важный такой вопрос, да? Ну, прежде всего, конечно, как я уже говорил ранее, целесообразно применение компрессионного трикотажа в высоких классов 2-3 при посттромботической болезни. То есть это у тех пациентов, которые перенесли когда-то тромбоз глубоких вен. При трофических изменениях на коже вследствие венозных патологий тоже необходимо использовать высокий класс компрессионного трикотажа. Это четко, доказательно прописано. И третье, это, конечно же, постоперационное ношение трикотажа после различных патологических операций. И четвертое, конечно, ланосклеротерапия. Это очень активный использующийся метод, после которого тоже необходимо отношение компрессии. И, естественно, отношение компрессии необходимо для снятия симптоматики. Это особенная доказательная база не имеет, но, тем не менее, как мы можем четко видеть, это, конечно, имеет значение небольшое. Это снятие активных симптомов венозной недостаточности, части симптомов или спектра симптомов, снятия трикотажа. Очень важный такой вопрос вообще для обычного обывателя, обычного человека. Это чем отличается компрессионное изделие от обычных колготок, чулков, гольфов с утяжкой, как называется, то есть измеряемых в дынах. Потому что мы прекрасно знаем, что в огромных крупных супермаркетах, да, продаются всевозможные изделия, да, не медицинского назначения, измеряются в дынах. И очень часто пациентки говорят, да, что когда они покупают максимальное количество дын, то действительно ноги сильно сдавливают, да. То есть вот в чем разница именно между профессиональной компрессией, да, и, соответственно, трикотажем, который мы можем купить в супермаркете? Ну, надо отметить, что, конечно, трикотаж сертифицирован, есть качественный трикотаж сертифицирован по так называемой араловской классификации. И, естественно, естественно, трикотаж сертифицированный и качественный, он имеет распределенную компрессию или градуированную компрессию. То есть это значит, что максимум компрессии внизу, минимум верху. Вот за счет этого, так сказать, трикотаж, естественно, качество трикотажа повышается и он выполняет необходимые для него свойства. Вот. И не каждый трикотаж, конечно, обладает этими свойствами необходимыми. Есть трикотаж с утяжкой, который совершенно этого не имеет, не проходит никаким сертификационным критерием и не подходит, естественно, для применения наших потолок. Да, я думаю, что вот прям давайте расскажем с вами, Андрей Владимирович, про классы компрессии. Да, мы можем даже показать, что это классы компрессии. Значит, ну вот, соответственно... Это очень интересно. Вот существует нулевой класс компрессии. Она сделана для разных видах спорта и для горных, высших, и для занятий спорта. Да, цвет меняется причем. Интересно. Трикотаж для разных занятий спорта. Это какой класс компрессии и вообще вот как это? Нулевой класс компрессии, он использует 118 мм по толстолбам, то есть достаточно слабенький трикотаж, но, тем не менее, выполняет свои необходимые качества. И многие спортсмены и люди, активно занимающие спортом, его применяют. Да, насколько я знаю, это прям трикотаж, что делает он во время движения, да, мышцы, да, он действительно повышает свое качество, в смысле компрессии. Да, он для активного поля жизни. Да, то есть эти до 18 мм толстолба, этого достаточно. Хорошо. Далее существует первый класс компрессии. Вот, 18 мм, там до 22 мм. Соответственно, первый класс компрессии используется для ну, когда не сильно, так сказать, нужна не сильная компрессия для профилактики, например. Давайте покажем, да, вот подготовили нам, да. Это гольфы есть, чулки это гольфы. То есть это 18-25 мм, самая такая удобоваримая форма для того, чтобы профилактировать, да, еще раз говорим, что доказательным видом нам не говорит, что возможна профилактика, но тем не менее трикотаж называется профилактический. Есть, естественно, и первый класс, и чулки, и колготки, да, показываем гольфик. Самая распространенная, наверное, компрессия, которая используется в мире, я так понимаю. Да, да, профилактика, чистая профилактика. Да, да, далее вот трикотаж второго класса, он наиболее активно нами практикуемый хлебологами, вот этот трикотаж используется, да, он часто делается очень симпатичным, а вот ажурным. Да, второй класс, видите, какой красивый, да, то есть бывают розовые такие чулки и так далее, да, но достаточно красивое изделие, которое, наверное, на женской ноге очень красиво, да, смотрится, да, то есть это здорово, конечно. В основном, когда все-таки вот... Ну, второй класс используется после наших манипуляций многочисленных, которые используются флебологами, и, конечно же, при... для снятия активных симптомов, ну, венозной недостаточности используется этот трикотаж, и даже, в принципе, используется при каких-то трофических изменениях, хотя в основном для трофики используются следующий класс трикотажа, но мы об этом сейчас поговорим, вот. В общем, второй класс самый активно используемый. Да, ну, действительно, очень красивое изделие, что там говорить, да, то есть на любой вкус и цвет, как говорится, на выбор. Разные цвета существуют. Значит, это у нас было с вами, соответственно, 25, 32 мм ртутного столба. Еще раз повторим, что все измеряется только в мм ртутного столба. Да, и, соответственно, еще есть третий... Третий класс, более 30 мм ртутного столба, это, конечно, он не такой симпатичный, как правило, вот, и, соответственно, используются трикотаж при при лимфатических патологиях при лимфатических патологиях трикотаж на одну ногу одевающийся да, говорят, бабушкин чулок да, ну действительно он не очень симпатичный, но действительно он создает мощную компрессию и он должен быть, конечно, долговечным для использования, потому что как правило, такой трикотаж люди носят либо очень длительно либо вообще пожизненно здесь каучук используется, он такой симпатичный, в принципе, не может быть каучук но очень прочный и качественный трикотаж используется при лимфатических патологиях, то есть когда есть большой отек на ноге много воды ноге надо ее всю выдавить вот как раз третий класс и при трофических изменениях, конечно же он активно используется при трофике и при выраженных отеках значит, таким образом нужно понимать да, что вот те виды ДН, которые продаются в супермаркете, да, они, конечно, не имеют совершенно вот такого качества да, изделия, это понятно и не измеряется в миллиметрах тутного столба, это очень важно поэтому это профессиональная компрессия которую производят очень многие компании значит, что касаемо еще дополнения очень важно одно одно свойство трикотажа это его качество, о чем уже Андрей Владимирович сказал что такое качество? существуют определенные стандарты качества, да, международные которые воспринимаются, да, соответственно либо врачом, который это выписывает либо пациентам, которые это покупают ну, вот самый, один из самых распространенных можно вот видеть, да здесь красненьким обозначены страны соответственно, где сертификат так называемый РАЛ, да, 387 это основа, то есть в этих странах обязательно компрессия должна содержать этот сертификат либо страны, которые придерживаются этого РАЛовского сертификата это вот здесь розовое, да, Россия в том числе придерживаются этого стандарта ну, сказать, трудно, насколько четко придерживаются но, тем не менее, это так мы на самом деле используем, да в своей практике очень долгое время компанию Медиа, соответственно, да мы любим эту компанию я лично, например, всю жизнь работаю с компанией Медиа вот мы здесь вам представляем на этом слайде, соответственно такое количество огромное, да, компания существует по производству трикотажа в Германии да, то есть одного из лидеров такого мирового по производству компрессии Медиа тоже является лидером, да ну, кроме того, нужно сказать, что все абсолютно компании, которые немцы производят они имеют этот сертификат РАЛ, да я вам еще раз его покажу вот это, соответственно, вот такая вот такие вот, да, шарики, которые указаны на коробочке да, похожи на звезду, да, Андрей Владимирович вот, это сертификация РАЛ вот, и сказать, что, конечно, только Меди нет, да но просто Меди получила в России очень хорошую логистику есть во многих городах России этот трикотаж доступен поэтому мы с ним и работаем но, конечно, есть такие компании в России также представлены, как Офа Бамберг, да у них тоже прекрасный трикотаж Барфайн, тоже такая компания немецкая она тоже представлена в России и если вы, в принципе, у любого производителя видите вот этот вот значок, да, соответственно вы можете спокойно такой трикотаж покупать он будет действительно качественный, да другое дело, как вам его померили размерная линейка и так далее спасибо, что вы были с нами здоровья вам будьте здоровы и так далее и так далее и так далее Продолжение следует...